Согласно постановлению Кабинета министров, субсидию начисляют, если размер оплаты за коммунальные услуги превышает 15% вашего среднемесячного дохода. Для этого собственник жилья или человек, на которого открыт лицевой счет по всем коммунальным платежам, должен обратиться в Управление социальной защиты населения и оформить заявление и декларацию. На сегодняшний день не нужно указывать сумму доходов, а мы указываем только фамилии, имя, отчество, указываем, где получаем этот доход. То ли это в пенсионном фонде, это пенсия, то ли это заработная плата, мы должны указать предприятие, на котором вы получаете заработную плату. В расчет на субсидии берется заработная плата без 15% налога. Как рассказала Валентина Николаева, при подаче заявления при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и квитанции об уплате коммунальных услуг. Никаких цифр указывать не нужно, этой работой займутся сотрудники управления. Многие думают, что оформлять субсидию не стоит, так как потом дети будут ее возвращать или возникнут проблемы в случае продажи недвижимости, но это не так. Жилищная субсидия, она невозвращаемая, ее получение не связано со сменой формы собственности жилья. На сегодняшний день вы можете приобрести квартиру, продать квартиру, дом и субсидия на продажу, куплю не влияет. Для трудоустроенного человека при расчете субсидии берут сумму его зарплаты. Если в семье проживает студент, который получает стипендию, для него учитывают половину минимального дохода. Также помощь могут получить и те, кто не работает. Те семьи, в составе которых есть неработающие, трудоспособного возраста, они не имели однозначно права на субсидию. То сегодня государство предусмотрело и были внесены изменениям, постановлением кабинета министров, где в расчет на назначение субсидий берется два прожиточных минимума для трудоспособного населения. Для предпринимателей первой категории берут также два прожиточных минимума. Второй – три, третий – четыре. В среднем люди, которые уже оформили субсидию, платят за коммунальные услуги от 5 до 25%. Но существуют обязательные нормы по расходу воды, электроэнергии и газа. Субсидия дается только на жилищно-коммунальные услуги. Это квартплата, это водоснабжение. Как я говорила, четыре куба на человека. Это мы восемь кубов сегодня по 19,80 в расчет 158 гривен берем. Газоснабжение. У нас очень многие дома провели, в дома провели газ для приготовления еды. На одного человека норма 7,1 кубометра газа на одного человека. Сегодня на двоих человек в расчет идет стоимость 97,68 копеек за газ. Теплоснабжение на неотопительный период 90 гривен, допустим, 50 квадратных метров. На отопительный период, это сегодня стоимость квадратного метра 30 гривен 23 копейки. По норме электроснабжение учитывают 120 кВт на одного человека и плюс еще по 30 на остальных членов семьи. Следят и за другими коммунальными услугами. Сумма субсидий – это стоимость коммунальных услуг минус обязательный процент платежа. И разница – это будет у нас субсидия. Сумма субсидий – это, если посчитать, 450 гривен обязательный процент платежа, стоимость услуг 1700 гривен, 1700 минус 450 гривен – это 1250 гривен стоимость субсидии ежемесячная на отопительный период.